Как мы и обещали, этот сезон проекта «Сети Амура» будет кардинально отличаться от прошлого. Теперь молодые люди не будут на сайте лайкать фотографии друг друга. Они встретятся вживую и один на один познакомятся в романтической обстановке. В этом году мы решили перенести виртуальный выбор симпатии в реальный мир. Это произойдет путем так называемых быстрых свиданий, на которых участники выберут понравившихся себе участников противоположного пола. Каждой паре будет дано по пять минут для ознакомительного общения, затем молодые люди сделают свой выбор. На основании которого мы будем планировать дальнейшие свидания. Анастасия Васильева до сих пор не может определиться, идеальный мужчина должен быть красивым или общительным. Хотя есть и четкие критерии для выбора второй половинки. Общительный – это в первую очередь. Во-вторых, красивый. Это тоже в первую очередь. Умного, образованного. Это Изабелла Самадалашвили. Для нее совершенно не важно, будет ли красавец рядом с ней в финале или же обычный парень. Видимо, девушка сильно хочет выиграть романтическое путешествие. Я хочу встретить мужчину. Не важно, какой он будет внешности. Главное, чтобы у него в сердце нашлось место для меня. Софья Первухина обаятельная и очень застенчивая девушка. И даже не претендует на рубаху парня. Может, оно и к лучшему, каждому свое. Я и активная, и скромная. Как-то вот две во мне эти черты. Активная я вот в колледже всегда выступаю, на конкурсах всегда выступаю, везде вот так вот, всякие места зарабатываю. Ну и скромная я там на свиданиях, на всяких такая. Ну и в жизни я тоже скромная девушка. Все-таки я очень надеюсь, что этот проект поможет мне найти того самого человека, которого я так долго ищу. Помнится, Михаил Картополов искал именно такую девушку. Что ж, надеемся, что у них сложится пара. И скромно, но верно, они поборются за главный приз – романтическое путешествие на двоих. До победы осталось всего ничего. Регистрация закончилась, и мы переходим ко второму этапу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова